Армения должна как минимум вести диалог с Турцией. Для налаживания отношений надо говорить, заявил в пятницу 9 апреля председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности член фракции правящего блока Мойшак Андроник Кочерян передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ. По его словам, армянская сторона вела диалог с Турцией и во время Первой Карабахской войны. Первый президент Армении Ливон Трепетросян принимал участие в похоронах турецкого президента Тургута Узала, сказал он. Как отметил Кочерян, диалог был почти всегда. Даже экс-президент Армении Серж Саргсян проводил диалог в виде футбольной дипломатии. Даже Серж Саргсян играл в футбол. Это тоже нормально. Говорить лучше, чем стрелять. Я думаю, что наше внешнеполитическое ведомство должно найти ответы на то, как это делать, сказал Кочерян, добавив, что, будучи комендантом Мегри, он говорил с министром внутренних дел Нахичевана. Да, мы воевали, но также вели диалог, поэтому, естественно, надо вести диалог с Турцией. Если мы этого не сделаем, это сделают за нас, заявил Кочерян. Напомним, что 28 марта в ходе посещения Араратской области пемьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что долгосрочной программой Армении должна стать не война, а мир. Он констатировал, что в регионе у Армении есть многочисленные враги. Но если у нас в регионе есть многочисленные враги, то это означает, что и мы являемся врагами для многих в регионе, считает Пашинян. По его мнению, Армения должна пересмотреть свою оценку региона, свое поведение, свое положение в регионе, также сделав так, чтобы другие тоже себя так вели. Днем ранее секретарь совбеса Армении Армен Григорян в эфире общественного телевидения Армения заявил, что Армении следует разблокировать коммуникации не только с Азербайджаном, но и с Турцией. Он согласился, что прямого диалога с Турцией в настоящее время нет, но со стороны Турции и Армении на самом высоком уровне звучат заявления о возможности.